Доброе утро понедельника, наши дорогие и горячие любимые. Доброе утро, здравствуйте. И у нас для вас сразу новость. Пришел апрель. Вот так вот, нежданно-негаданно. А теперь повернитесь, возможно, у вас спина сегодня белая. Ой-ой, пошли вот эти вот клишированные отсылочки про белую спину. Так, давай что-нибудь поинтереснее, пошути так, чтобы я поверила. Да невозможно пошутить, когда тебе говорят, пошути. Смешно это точно не будет. Не будет, ну ладно. Но не работает это так. Я просто доволен, иногда надо пошутить, да в смысле. Ну это как спой песню, ну вот тоже самое, тоже ступор. Нет, спеть песню ты можешь, когда тебя просят спеть. Что тебе мешает? Голос попадает. Нет, когда тебя неожиданно просят, а ну спой что-нибудь. Я так, а что, а чтобы спеть? Ты сразу теряешься в том, что выбрать. Есть прекрасная песня у группы Ленинград. Какая? Ехай. Дальше продолжать не буду. Так, все, 1 апреля, понедельник. На всякий случай, я не знаю, кто-то вообще еще разыгрывает друг друга 1 апреля? Бывает такое? Ну мне кажется, что шутка ради шутки иногда происходит, а каких-то реальных розыгрышей уже давно не существует. Белая спина, это уже неинтересно, правда? Да. В общем, на всякий случай, сохраняйте сегодня бдительность, а то мало ли кто-то без чувства юмора захочет вам испачкать спину. Все, с этого начали прямо сейчас, как всегда, о сегодняшней дате. 1 апреля 1938 года в Швейцарии состоялась первая широкая презентация растворимого кофе. 1 апреля в 1967 году состоялась премьера легендарной комедии «Кавказская пленница» или «Новые приключения Шурика» режиссера Леонида Гайдая. Главные роли сыграли Александр Демьяненко, Наталья Варлей, Владимир Этуш, Фрунзик Мактрчан, Юрий Никулин, Георгий Вицын и Евгений Маргунов. Что интересно, недавно пересматривал такой старый советский фильм «Сверстницы». Оказывается, актер, который играет Шурика, Александр Демьяненко, там тоже играл, при том, что его даже нет в титрах. Я его случайно заметил в роли фотографа. Думаю, дай-ка я поищу информацию. Причем мы прям с женой спорили, он это или не он. Она говорит, не он не может быть. Я говорю, да он это. А почему не может быть? В чем-то проблема? Ни в чем. Просто в том, что человека нет в ролях. Понимаешь? И мы начали искать информацию. Да, действительно, роль фотографа, эпизодическая роль и действительно не указан в титрах. Вот такая вот история. Да. Сейчас можно было бы поднять чашечки и вспомнить ту самую крылатую фразу из «Кавказской пленницы». Давайте выпьем за то, чтобы наши желания совпадали с нашими возможностями. И путевку в Сибирь. Да. Вот. Или птичку жалко. Из чего там еще можно вспомнить. Да. Вот. Вот на этом и продолжаем наше утро. Расскажем, с чем еще связаны сегодняшние даты. В этот день, в 1938 году, в Швейцарии состоялась первая широкая презентация растворимого кофе, который сегодня считается одним из самых распространенных напитков в мире. Справедливости ради стоит отметить, что растворимый кофе появился на свет задолго до этой презентации, в 1901 году в Японии, когда изобретатель Сато Риката получил заказ от американской компании. Во время Второй мировой войны растворимый кофе входил в рацион американских войск. Сегодня также отмечается Международный день птиц. Цель этого праздника – сохранение разнообразия и численности диких птиц. Этот день возник как детский праздник, который впервые был проведен в 1894 году в американском городе Уолл-Сити. Очень скоро его стали отмечать на всей территории США. В начале 20 века идея проведения Дня птиц проникла и в Россию. В годы революции и гражданской войны о празднике забыли. Он был возрожден в 1924 году по инициативе московских юнатов Центральной биостанции. А еще сегодня празднуется день рождения доллара. Существует множество версий происхождения знака этой валюты, но согласно самой распространенной из них, первым этот знак стал использовать торговец оружием Оливер Поллок. В то время в США в качестве платежных средств активно использовали испанские пиастри, которые в деловых бумагах обозначались как сочетание букв ПС. Считается, что занося суммы выручки в бухгалтерские книги, Поллок писал П поверх С, а позднее для экономии времени стал использовать знак, который выглядел как С, перечеркнутый двумя вертикальными линиями. Если вдруг вы думаете, что мы сегодня будем каким-то образом вас подкалывать, то нет. Если мы говорим, что сейчас будет клип, значит сейчас будет клип. Да, музыкальная пауза для того, чтобы ваше утро было не только информативным, но и разбавленным музыкальным прямо сейчас. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Буррито Субтитры создавал DimaTorzok Буррито 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 Смотрите, митбол всего один килограмм, но какое сложное упражнение мы придумали. Молодец! Держись! Конечно, столь тяжелые упражнения противопоказаны тем, кто перенес операцию или травму. Хотя мяч пригодится и им. Не зря же его называют медицинским. С помощью митбола мы можем увеличивать нагрузку. То есть кладем, например, верхнюю конечность кисти на митбол и начинаем медленные движения вперед, в сторону, для того, чтобы уже включать мышцы из пассивного режима. Именно в таком щадящем режиме сейчас и тренируется Яна. Травма лодыжки заставила отказаться от тренажерного зала. Спас митбол. Теперь весь зал умещается на одном гимнастическом коврике. И одно из самых любимых упражнений, которое я сама и придумала, это присед с вертикальным жимом вверх. И мышцы задействуются больше. Выполняя семь упражнений за тренировку, Яне удается проработать все тело. Пяти килограммов вполне достаточно, чтобы утомить даже крупные мышцы. Занимаюсь я где-то раз в два дня, по утрам. Ну, наверное, полчаса уходит на тренировку. То есть даже без зала все равно удается поддерживать вся форма всего лишь с одним мячом. Впрочем, залом для занятий может стать и обычный двор. Компактный медбол – идеальный снаряд для тех, кто любит спорт на свежем воздухе. Вне зависимости от того, мужчина вы или женщина, если вы автолюбитель, значит вам следующая рубрика обязательно к просмотру. Ну, мне кажется, что все-таки девочкам, девушкам, женщинам будет немножко интереснее. По Чумакову, да? По Чумаковски. По Чумаковски. Девочка-девушка-женщина. В общем, Лана Флор со своим автообзором или со своими советами сегодня. Давайте посмотрим, что она приготовила нам. Привет! Я Лана Флор и сегодня я к вам с обзором на самую топовую, наверное, самую дорогую модель из всей линейки, представленной на сегодняшний день. Манджили Манджаро. Это вообще не малыш. Это вообще не ляля. Это сумасшедший какой-то внедорожник. Что у нас здесь? Здесь 2 литра труба бензина, 8-ступенчатая коробка передач i-Sing японского производителя. Все, что необходимо. Оно все есть. 238 лошадей под капотом. Можно ехать и не переживать вообще на дорогах. По внешке сумасшедший какой-то передочек. Очень-очень борзый, очень-очень грозный. Огромная эта решетка радиатора и фары. Конечно же, фулл лет здесь не может быть по-другому. На зеркалах все датчики, которые необходимы, они все так же есть. Контроль слепых зон. Все это в наличии. Колеса R20, ямы не помеха. Мы прекрасно пройдем по любому бездорожью. 4х4, помните, да? Это Джили Манджаро. Сзади очень красивая вот эта вот, опять же, полоса, которая не оставит вас незамеченными на дороге в ночное время. Багажник, электроподъемник. Открываем. Я не помню точную цифру, но, по-моему, 500 с копейками литров багажник. Крючочки имеются, чтобы помидоры не раскидались. Здесь подсветка багажника с одной стороны, зарядка 12-вольтовая. Безусловно, здесь есть, конечно же, запаска. До нее можно добраться вот так. Докатка в этом случае. У нас не самая высокая комплектация Манджары, поэтому в нашем салоне идет эко-кожа, но все остальное то же самое, что в более высоких комплектациях. Пошли внутрь, посмотрим, что там. Ну что, если начинаем с самого начала, то давайте пройдем по плюшкам, которые уже есть в других Джили и которые представлены и в этой. Во-первых, конечно же, память сидений. Во-вторых, сразу бросается в глаза потрясающий дизайн салона. Я таких салонов в Джили не видела нигде. Красивый цвет, эко-кожа в нашем случае, но есть и с натуральным кожаным салоном. Система бассе музыкальная. И я, наверное, сажусь внутрь, потому что здесь есть больше чего вам рассказать. Сразу главное отличие. В Манджаре представлено три экрана. Первый это водительский и два экрана мультимедии. Один для водителя, второй для пассажира. Он отдельно может подключить к этому экрану свой телефон, смотреть то, что ему хочется, фото, видео, не знаю, все что угодно. Здесь расширенный климат-контроль. В этом климате мне дико нравится, что, во-первых, вы можете сразу регулировать подогревы всех четырех сидений. Вентиляция есть только на передних двух. Далее, можно регулировать задний климат. Можно регулировать общий климат в салоне. Это прям топ-топ. Здесь все, в принципе, как в остальных автомобилях Джили, больше функций. Безусловно, огромное количество вот этих функций. С этим надо разбираться. Можно эти экраны синхронизировать, можно их сделать раздельными друг с другом. Дальше. Выведены кнопочки. То, что я очень люблю. Выведены кнопочки климата сюда. То есть, в процессе поездки можно без проблем переключиться в необходимое. Рычажок переключения. Не рычажок, а джойстик. Имеется паркинг отдельно, выведен сюда. Здесь электрический ручник. Я заведу машину. Смотрите, какой здесь футуристичный, сумасшедший вот этот вот дизайн экрана водительского. Здесь показано все. От и до. Можно выстроить любые настройки. Хотите видеть, сколько она кушает в данный момент. Хотите вывести джейпилот. Невероятная проекция. Я такой не видела еще ни в одной машине. Никогда. Что по камерам. Я каждый раз вам хочу это сказать, но каждый раз забываю. Здесь потрясающие камеры. Это что-то невероятное. Если вы посмотрите, я ни в одном другом автомобиле пока что такого качества видеосъемки не видела. Оно прям... Ну вот, если я вам покажу спереди, вот смотрите, какое качество камеры. Как будто вы снимаете на какой-то последний телефон. Драйвинг мод. Мы выходим сюда и смотрим, какие здесь есть режимы. Режимы есть комфортный, экономичный, снег, внедорожный, интеллектуальный. Это он подстраивается под ваш стиль вождения и спортивный. Мне кажется, вполне достаточно. Очень классные все вот эти вот анимации. Супер. Блютуз я пока не подключала. Все подключается без проблем. Здесь зарядка беспроводная, конечно же, она сверху. Снизу есть у вас отдельная ниша и два входа. Один USB-C, другой обычный USB. Дополнительное место, конечно же, бардачок. И еще один бардачок вот здесь достаточно вместительный. Еще раз хочу пройтись. Посмотрите, какая потрясающая отделка салона. Просто это какой-то космос. Здесь есть, конечно же, огромная просто панорама. Невероятный вид сверху, который доступен даже водителю. Если он чуть-чуть выше меня ростом и ноги него чуть длиннее. И, конечно же, открывается люк. Любимая моя любовь из всех любовей – это зеркало с подсветкой. Пришло время готовиться к сезону, который называется «Минимум вещей». Да. Все теплее и теплее на улице, значит, вещей на нас будет все меньше и меньше. А значит, где-то из-под этой одежды может проглядываться широкая кость. И если до этого в нашем рационе были в основном блины с мясом, с картошечкой, с брынзой, с творогом, с вишней, в конце концов, то сейчас, наконец-то, пришло время изгонять из своего организма лишние калории с помощью тренировки. Да, эта тренировка поможет привести себя в более-менее приятную форму, скажем так. Выполнять ее можно где угодно – в парке или дома. Это 5 упражнений, 4 круга, 45 секунд работы, 15 секунд на отдых. И ваша фигура приобретет ту самую желаемую форму. Упражнение номер 1. Приседания с выпрыгиванием. Поставьте ноги на ширине плеч, выпрямите спину. Присед делается на вдохе. Опуститесь до параллели с полом. Можно опуститься чуть ниже. Главное – следите за своими ощущениями. На выдохе сделайте мощное выпрыгивание вверх, оттолкнувшись двумя ступнями. Постарайтесь прыгнуть как можно выше. После того, как ваши стопы полностью коснутся пола, снова уйдите в присед. Стульчик. Ноги на ширине плеч, носки разверните немного наружу. Задержитесь в статической позиции приседа. Подъем ног перед собой. Руки держим перед собой. Плечи и грудь расправлены. Пресс напряжен. Поочередно поднимаем согнутые ноги как можно выше. Крабик. Ноги на ширине плеч. Наклоняемся, переносим вес на руки и становимся в планку. Затем возвращаемся в исходное положение. Последнее упражнение. Болгарские выпады. Подойдите к невысокой скамье. Закиньте подъем одной ноги на край сиденья. Другой сделайте шаг вперед. Такая разножка будет вашей исходной позицией. Спину держите ровной. Взгляд направьте вперед. Вдохните. На выдохе начните уходить вниз, сгибая колено и бедро опорной ноги. Как только опуститесь до параллели бедра пола или чуть ниже, сделайте выпад. Мощным усилием вытолкните себя вверх и вернитесь в исходное положение. Эта порода кошек одна из самых древних. Но за долгое время своего сожительства с человеком они немножко изменились. Да, называется она иранская. О, точнее, извините, персидская. Эта порода, про нее расскажем, ее покажем. Привет, Тохи, как дела? Как живется? И 15 минут не проходит, чтобы Ева не поинтересовалась, где же ее персидская кошечка и чем она сейчас занята. Сладко ли ей спалось, сытный ли был обед. Девочка готова целыми днями возиться со своей любимицей. Ведь она так долго о ней мечтала, еще с 4-х лет, когда впервые увидела в журнале фотографию милого курносого котенка. Этот котик мне каждый раз снился. Постоянно я думала о нем, даже придумала имена. Вот только как Ева не просила купить ей перс, а мама не соглашалась. У девочки аллергии на домашних животных. Но однажды врачи подсказали, что можно сдать анализы и проверить какую-то конкретную кошку. И оказалось, что именно Тося никаких аллергических реакций у Евы не вызывает. И вот под прошлый Новый год в их доме появился пушистый, мяукающий комочек. С Евой они поладили практически сразу. То есть они совершенно спокойно относятся к каким-то бурным играм, бурным проявлениям чувств. Потому что, ну, согласитесь, не все коты, да, не все породы позволяют, так сказать, завязывать морской узел. Это правда. Персы славятся своим миролюбивым характером. Про них еще говорят, что это кошки-аристократы. В случае чего истерик не устраивают. Если им что-то не по нраву, они просто уходят. Кусаться и царапаться не будут. Поэтому их очень часто и заводят семьи с маленькими детьми. Несмотря на все на это, персы сохраняют свой игривый нрав. Зачастую они играют, когда играют с ними. То есть они именно контактные. Это кошка, которая будет всегда с человеком. Но она это делает деликатно на расстоянии. То есть вы приходите домой, вас обязательно кошка встретит. Но она сделает вид, что пришла в коридор случайно. Но вот эта деликатная отстраненность, это только ширма, за которой скрывается невероятная преданность своему человеку. Обычно персы однолюбы. Они так привязываются к хозяину, что порой очень болезненно, до стрессов переживают его длительное отсутствие. Когда уезжаете надолго, то у кошки будет тяжело перенести разлуку с хозяином. И будет относиться настороженно, даже если ее будут приходить кормить, она, конечно, может заскучать. Там больше недели для нее уже будет критично, она может и обидеться. В общем, характер у персов, что называется, золотой. Они ласковые, но не навязчивые, игривые, но не шебутные. Добрые и терпеливые, что уже, как говорили, важно, если в доме есть карапузы. Ну и потом, они ведь невероятно красивы. Не зря все-таки персидская кошка самая популярная порода в мире. Вот как устоять перед такой пушистой мелотой с большими круглыми глазами? Персов даже в шутку называют меховое облачко. Однако, чтобы это облачко было легким и воздушным, придется его каждую неделю хорошенько вычесывать, даже хвостик. А в период линьки так вообще каждый день. Но, кстати, сейчас за персами ухаживать попроще, чем, скажем, лет 20 назад. Спасибо филинологам. Филинологи на данный момент вывели им совершенно другой тип шерсти. Раньше персидская кошка была из пуховой шерсти и остевых волос. Сейчас же остевые волосы убрали, и остался только один пух. Такая шерсть в уходе намного проще, чем та, которая была раньше. Помимо расчески, в косметичке персов обязательно должны быть ватные диски и лосьон для глаз. Мордочка же у них короткая, слезные протоки очень близко расположены. Вот глазки и слезятся, так что их нужно постоянно протирать. Если эту процедуру не проводить, то это будет просто эстетически некрасиво. Например, на светлых окрасах будут появляться пятна, так называемый слезный камень, который потом довольно-таки тяжело вывести. Что касается более серьезных проблем со здоровьем, то главный недуг персов, причем наследственный, это полетистос почек. С возрастом почечная ткань начинает заменяться кистами, наполненными жидкостями, соответственно, работающая часть почки практически не остается. Животное может больше начать пить, больше писать, соответственно, моча может переставать пахнуть. То есть это все звонки, когда уже плохо, все стало. Для профилактики, то есть после определенного возраста, надо контролировать анализ мочи, крови и смотреть, как все работает. Ответственные заводчики должны всех своих животных проверять на это заболевание и не допускать в разведение тех, у кого есть предрасположенность. Поэтому перед покупкой котенка обязательно спросите результаты анализов на поликистоз почек. Ну и вообще хорошенько взвесьте все за и против. А еще персы не приспособлены для жизни на улице. В прошлом эти кошки были питомцами аристократов, привыкли все время сидеть на подушечке, есть с ложечки. Они на мышей-то охотиться разучились, так что их даже гулять во дворе лучше не отпускать. Во-первых, у них же очень нежная шерсть, и из мехового облачка они тут же превратятся в серую грозовую тучку. Но и потом они слишком привязаны к владельцу и к своему дому, и никакие дальние горизонты не манят их так, как любимый диван. Это простая булочка, при этом наделена такой неимоверной властью над людьми, что даже, знаете ли, получила честь стать натурщицей для нескольких картин известных живописцев. Речь сейчас идет про нежнейшие бриоши. Во Франции их подают как изысканный хлеб, приправленный пряностями, так и совершенно постные, почти пресные булочки. Как их приготовить в домашних условиях, вот об этом мы расскажем вам далее. Но не забывайте про те самые тренировки, которыми придется заниматься для того, чтобы компенсировать вот такие вольности. Про бриош можно говорить много, долго и интересно. Воздушное, словно облако, будто только что из булочной Парижа. Для рецепта нам понадобится 125 граммов сливочного масла, 10 граммов свежих дрожжей, 30 граммов молока, 320 граммов муки, 50 граммов меда или сахара, 3 яйца, плюс еще одно для смазывания бриоши перед выпечкой и 3 грамма соли, то есть пол чайной ложки. Готовить бриош будем безопарным способом. Первым делом разводим дрожжи в чуть теплом молоке. Если вдруг молока у вас нет, можно взять просто воду. Замешиваем тесто при помощи хлебопечки. Можно также воспользоваться комбайном, миксером или при желании замесить тесто вручную. Итак, отправляем в чашу муку, всыпаем соль и взбиваем яйца. Далее вливаем растворенные дрожжи. Отправляем в чашу мед. Включаем замес теста. Первый этап замеса до тех пор, пока тесто визуально не станет более гладким. Когда тесто станет не таким липким и более упругим, пришла очередь вводить в него масло. Делаем это в два этапа. Перекладываем тесто в миску, подформовав его в шар. Накрываем миску пленкой и оставляем в теплом месте для брожения и увеличения в объеме в 3-4 раза. В зависимости от температуры в помещении, на это может уйти от полутора до трех часов. После брожения переваливаем тесто на рабочую поверхность и вот тут наступает время второй половины масла. Распластываем тесто и вводим масло на манер ленивого слоеного теста. Растираем несколько кусочков, затем складываем пласт, размазываем еще масло и так, пока масло не закончится. Остатками масла на руках смазываем форму, в которой будем выпекать бриошь. Далее раскатываем тесто в пласт длиной в форму для выпечки и толщиной около сантиметра. Сворачиваем его в рулет, разрезаем рулет на двое вдоль и перекручиваем получившиеся жгуты между собой, залепив края. Таким образом мы открыли слои теста и готовая бриошь будет выглядеть очень нарядно. Перекладываем заготовку в форму и накрываем пищевой пленкой. Оставляем для расстойки примерно на час. Тем временем разогреваем духовку до 200 градусов. Подошедшую бриошь смазываем взбитым яйцом и отправляем выпекаться в течение 20-25 минут до румяного цвета. Приятного аппетита! Многие из нас довольно часто сталкиваются с такой проблемой, как отеки. У кого-то это даже хроническая проблема. И дело не всегда, кстати говоря, в алкоголе или в избыточном потреблении жидкости. Что в этом случае делать, как себя вести, вот об этом мы расскажем далее. Одним это просто портит настроение, ну а для других становится настоящей трагедией. Я симпатичная от природы, но я симпатичная временно, потому что большую часть времени хожу с одутловатым лицом. А мужчинам еще хуже, думают, что я злоупотребляю постоянно. Привычная картина в кабинете врача. Пациентка жалуется на отеки лица и добавляет причину, конечно, ясна. Много жидкости на ночь бывает, что выпью, особенно когда съешь соленое. Светлана уже несколько месяцев недовольна отражением в зеркале по утрам. Когда тебе нужно свежее и красивее идти на работу, вот, а у тебя отечность, то, конечно, это неприятно, да, и доставляет какой-то дискомфорт. Вот только сами врачи уже устали переубеждать пациентов, употребление соленого к появлению отеков может не иметь никакого отношения. Ведь так называемое пастозное лицо может быть сигналом серьезных проблем со здоровьем. Если отеки появляются каждый день или через день на протяжении нескольких недель, это повод серьезно обследоваться. Это сердечно-сосудистая система, мочево-ветилительная система, в некоторых случаях это варикозная болезнь. Для того, чтобы исключить отеки, нужно обратиться к врачу общей практики, который уже назначит общий анализ крови, мочи, биохимический анализ крови для устранения заболеваний сердца, почек и других болезней. Еще одна распространенная причина отеков – неправильное питание. Речь снова не о переизбытке соли. Оказывается, сильнее всего жидкость в организме задерживают простые углеводы. Один грамм углеводов задерживает до 5 миллилитров жидкости. К не менее печальным последствиям приведет и отказ от животного белка в рационе. Когда мы не доедаем белок, организм тоже будет удерживать воду. Это такое самое основное, что проявляется при дефиците белка. Основной провоцирующий фактор, который будет влиять на задержку жидкости, это как раз-таки ее недостаточность, когда мы не допиваем обычной жидкости, обычной воды. Поэтому ужинаем правильно овощами с большим содержанием клетчатки и порцией рыбы или мяса и не забываем про воду. Врачи советуют выпивать в течение дня не меньше 35-40 миллилитров на килограмм веса. Последняя распространенная причина отеков – не соблюдение режима дня. То есть человек должен спать 6-8 часов и ложиться сегодня, а просыпаться завтра. Это очень важно. В неудобной позе, в позе лицом в подушку, в позе, когда пережаты сосуды, когда ухудшается лимфооток, тоже может приводить к отекам. При соблюдении всех рекомендаций отеки должны отступить, ну а в качестве СОС-средства можно использовать самомассаж лица в случае отсутствия противопоказаний. В Греции новый пляжный сезон начался с новых правил на пляже. Количество шезлонгов будет сокращено, расстояние между ними будет увеличено. Первый ряд лежаков должен располагаться не менее чем в 4 метрах от воды, чтобы у всех был комфортный доступ к воде. Это правило призвано предотвратить переполненность пляжей. Экологически уязвимые места будут отмечены как неприкасаемые пляжи, и здесь будет полностью запрещено вообще ставить шезлонги. Кроме того, за пляжами будет вестись постоянное наблюдение с помощью беспилотников. Конечно, все чудеса те и чудеса те. Это что получается? К каждому пляжу будет прикреплен какой-то беспилотник. Что этот беспилотник будет делать дальше? Если ты подвинул шезлонг чуть ближе к воде, что он будет спускаться и бить тебе по голове? С другой стороны, у этой ситуации есть еще и другой вопрос. Пляжи станут еще более дорогими, то есть арендовать шезлонг будет дороже, потому что количество мест меньше. А пляжи-то берутся в аренду? Ну, как-то странно, на мой взгляд. В общем, посмотрим. Так или иначе, все постепенно дорожает. Это относится абсолютно ко всему, потому что инфляцию никто не отменял. Ну, а с другой стороны, возможно, подорожание будет незначительное, а комфорта станет намного больше. А иногда инфляция вообще способна падать? Может быть, именно это нас ждет сегодня или в ближайшее время? Ну, падает, это не значит, что все начинает дешеветь. Не все, но какие-то предметы могут дешеветь. Нет. Отрицательная инфляция, тогда да. А если инфляция, допустим, с 30% упала на 15%, это означает, что, допустим, если сейчас огурцы стоят 30 лей с инфляцией в 30%, они будут стоить, я не знаю, через год уже не 30, а 45, да? А если инфляция упала, это значит, что они все равно будут дороже, просто на чуть-чуть меньший процент. Ну, они подешевеют относительно того, сколько они стоили вчера, но... Нет, не подешевеют. Если вчера... Они будут медленнее, они будут медленнее расти в цене. Сегодняшняя цена – это сегодняшняя цена, все остальное зависит от закупщиков. Ладно, об этом мы еще поспорим с Димой за эфиром, но прямо сейчас мы поделимся с вами астрологическими подсказками, как всегда, для каждого знака зодиака. ОВЕН Смело беритесь за новые дела в начале дня. Даже если никто не будет помогать вам и давать советы, вы сразу догадаетесь, как лучше действовать. Найдите кратчайший путь к цели. Удачно решатся финансовые вопросы. Некоторые ОВНы заключат очень выгодные сделки. ТЕЛИЦ Первая половина дня подойдет для деловых переговоров, обсуждения профессиональных планов. Ваши идеи заинтересуют самых разных людей, среди них окажутся и те, от кого многое зависит. Если вы поведете себя правильно, то сможете найти влиятельных союзников. БЛИЗНЕЦЫ День стоит начать с решения важных вопросов. Справиться удастся быстрее, чем вы ожидали. Не исключено, что помогут новые знакомые. Вы отлично с ними поладите и вскоре подружитесь. Возможно, начало долгосрочного сотрудничества. РАК День окажется беспокойным, но очень плодотворным. Вы справитесь с тем, что раньше давалось трудно. Сможете решить вопросы, которые других поставили в тупик. Многие РАКИ узнают то, что поможет им определиться с планами на будущее. ЛЕВ Вы сделаете много полезного и для себя, и для других. Если вы возьметесь за новое дело, то едва ли быстро найдете союзников. Первые шаги нужно будет сделать самостоятельно. Но как только станет ясно, что вы выбрали верный путь, найдутся желающие помочь. ДЕВА Не все будет даваться легко, но день окажется чрезвычайно интересным. Вам предстоит заниматься несколькими делами сразу. Исправлять чужие ошибки, завершать то, что было начато кем-то другим. ВЕСЫ Начинайте день с решения вопросов, которые кажутся особенно сложными. У вас будет шанс отлично справиться с тем, что раньше не получалось. Скорее всего, усилий потребуется не так уж и много. А все потому, что вы подойдете к любому делу творчески. СКОРПИОН Вы многое успеете, если не станете тратить время напрасно. Лучше начать день с самых серьезных дел. Вы и сами отлично справитесь с решением непростых вопросов. И от помощи, предложенной друзьями, не откажетесь. СТРЕЛЕЦ Обратите внимание на то, как складываются ваши отношения с окружающими. Может неожиданно выяснится, что кто-то обижен на вас, хочет поделиться своими переживаниями или ждет ответа на давно заданные вопросы. Потребуется терпение и деликатность, чтобы во всем разобраться, избежав конфликтов. КОЗИРУК Вы сделаете много полезного не только для себя, но и для окружающих. Это подходящий день для того, чтобы помочь людям, оказавшимся в сложной ситуации, или принять участие в общественных мероприятиях. Удачным он будет и с деловой точки зрения. ВОДОЛЕЙ Будьте особенно внимательны к мелочам. Сегодня не стоит легкомысленно подходить даже к решению самых простых вопросов. На первую половину дня лучше не планировать важных переговоров. Может быть непросто найти общий язык даже с потенциальными союзниками. РЫБЫ Звезды будут на вашей стороне. С решением многих сложных задач вы справитесь просто отлично. Наверняка пригодится то, чему вы успели научиться за последние несколько недель. Знания и опыт помогут вам избежать досадных ошибок. Быстро достичь цели. Звезды будут на вашей стороне. И случайно перепутал пачку. Кто-то меня отвлек. То ли по телефону, то ли еще что-то. Я уже, к сожалению, не помню. И в тот момент я взял себе домой упаковку гречичного чая. Когда я думал, уже понял и осознал, что я принес, я думал, это будет что-то интересное. Но это, если честно, весьма своеобразная штука. Кому-то понравится, кому-то точно нет. Хорошо. Я пробовала гречичный чай и вот поняла, что есть две категории людей, которые... Одной категории. Этот чай пахнет печенькой. Так. А второй? Одной категории воняет чем-то, простите. Ну, прям какое-то неприятное ощущение. Может быть, воняет печенькой. Ну, нет. Просто неправильная печенька. Вот тебе чем пахнет этот чай? Я уже не помню. Я только помню, что он мне не особо понравился. Я больше его не хотел покупать. В общем... Об этом расскажем далее. Какое бы сегодня выбрать? Шоколадный, с лавандой. Об увлеченности Алены разными видами чая знают все ее друзья. По профессии девушка парфюмер. Поэтому ароматы напитков – ее слабость. Сегодня выбор пал на гречичный. Чай гречичный, который я выбрала сегодня, мне подарил мой друг. И, честно говоря, я его очень полюбила. Во-первых, он очень красивый. А, во-вторых, полезный. Однако его свойствами заинтересовали совсем недавно. Все-таки чай не самый популярный. Напиток относится к злаковым. Его готовят из зерен гречихи татарской. Дикий родственник гречихи – обыкновенный, из которой получают всеми известную гречку. Отличаются они по размерам. С обычной нашей гречкой, которую мы употребляем в рационном питании. Это мелкие зерна. И эти зерна, они произрастают в Азии. У них быстрый процесс созревания, вегетационный период, намного быстрее, чем у обычной гречихи. В этом разница. Трава на Руси считалась сорняком. А вот в Китае увидели в ней ценность. Там ее начали культировать еще с древних времен. Зерна собирали, сушили, обжаривали и заваривали горячий напиток, вкус и цвет которого зависел от степени обжарки. Ценится он чем? По своему составу, уникальному составу. Потому что это суперфуд. Если сравнивать с обычной гречкой, то здесь содержание как раз рутина полезного вещества, полифенола, в 10 раз выше, чем в обычной гречихе. Рутин почти не встречается в зерновых культурах и не вырабатывается организмом. Он укрепляет кровеносные сосуды и участвует в нормализации артериального давления. Еще один эффект напитка антиоксидантный, благодаря полифенолам, которые, кстати, при обжарке сохраняют все свои свойства. Они препятствуют окислительному стрессу внутри клеток, препятствуют их преждеверению на старение, разрушению и мутации внутри клеток, формированию мутации. За этот счет он обладает некоторым противовоспалительным, противораковым действием. Гречишный чай имеет сладковатый вкус, напоминающий печенье или какао. Для его заваривания врачи рекомендуют использовать воду температурой 90-95 градусов, дать напитку настояться 3-4 минуты и потом процедить. Пить гречишный чай можно даже беременным, однако противопоказания все же есть. Первое противопоказание – это непереносимость злаковой культуры, второе противопоказание – это подагра, и третье противопоказание – это желудочно-кишечные заболевания в стадии обострения. Только вот заряда энергии от чашки гречишного чая не получить. В отличие от черного и зеленого, он не содержит кофеина. Так что тем, кто утром не может проснуться без бодрящих напитков, лучше выбирать другие сорта. Как только первое настоящее солнце выглянуло, появились, естественно, и недовольные те, которым жарко. Мне кажется, это те самые люди, которые плюс 40 в общественном транспорте, говорят, закройте форточку, потому что нам дует. Кому-то жарко, кому-то дует 100%. Но и в сети как-то постепенно набирает популярность новый тренд – это самодельные шторы. Как и зачем? Об этом далее. Сегодня шторами с электроприводом уже не удивить. Мастера придумали, как вживлять в рулоны небольшие моторчики, придающие любому жилищу немного хай-тека. Еще больше идей в интернете связано с внешним видом этих самых штор и занавесок. Вот вы когда-нибудь задумывались, что все это можно сделать своими руками из абсолютно любых материалов? Например, из любого куска ткани. Понадобятся ножницы, швейная машинка или нить с иглой и немного воображения. А эта идея понравится тем, кто любит вторичную переработку. Как вам идея сделать украшения для окон из старой одежды? Подойдет все, что угодно. Кофты, штаны, куртки, шарфы. Разрезаем все на ровные квадратики и составляем вот такой лоскутный рисунок. Кусочки можно приклеить или пришить с помощью швейной машинки. Второго такого экземпляра вы точно нигде не встретите. Как и такие занавески из обычной бумаги. Они могут быть совсем непрактичны, как в этом варианте. Да, они не защитят от солнечного света, зато наполнят помещение романтикой. А можно сделать вот такие практичные жалюзи из старых газет. Смотрятся они, кстати, очень даже стильно, а заодно помогают избавиться от ненужной макулатуры. В общем, экспериментируйте и ищите подходящий для себя материал. Спаржа относится к тем овощам, которые не совсем давно попали на нашу кухню. Она содержит много витаминов и минералов, благодаря чему и пользуется популярностью по всему миру. Зачем в рационе нужна спаржа? И как ее правильно приготовить? Об этом далее. Спаржа – близкий родственник лука, хотя и совсем на него не похожа. Она растет на солнечных пустых участках. В таких местах зайцы устраивают логово и прячутся в кустистых растениях. Поэтому одно из необычных названий спаржи – зайчий холодок. Этот овощ всегда был одним из самых дорогих, поскольку собирать урожай начинают лишь на третий-четвертый год после посадки. В пищу употребляют молодые побеги длиной до 20 см. Съедобной считается спаржа трех видов – белая, зеленая и фиолетовая. Белая – самая нежная и благородная. Она дороже и реже встречается, потому что вырастить такую спаржу непросто. На растения не должны попадать солнечные лучи. Несмотря на невысокую питательную ценность, спаржа богата разнообразными микроэлементами. Она вряд ли надолго утолит голод, но в качестве витаминной добавки будет очень кстати. Особенно много в спарже калия и витамина А. Последний необходим для здоровья кожи, ногтей и волос. В состав зеленого овоща также входят витамины группы В, К, С и Е. Он нужен организму для защиты и укрепления иммунной системы. Добиться максимального эффекта можно, добавив к спарже натуральное растительное масло, например, оливковое. При низком содержании углеводов спаржа богата магнием, железом, медью и фолиевой кислотой. Минимальная калорийность спаржи и высокое содержание клетчатки делают продукт отличным ингредиентом разгрузочных дней и различных диет. Спаржа предотвращает развитие целлюлита. Поэтому, если вы хотя бы раз в неделю замените привычный гарнир на порцию спаржи, можно считать, профилактика возникновения апельсиновой корки проведена. В кулинарии принято использовать спаржу в сыром или приготовленном виде. Главный секрет вкусной спаржи – не передержать продукт на огне. Нужная степень аль денте достигается буквально за пару минут. Ее варят, тушат и даже консервируют. На завтрак, например, можно приготовить отварную спаржу с яйцом пашот и авокадо. Очищаем нижнюю треть стебля от кожицы. Отвариваем спаржу в подсоленной воде 5-7 минут. Главное – не переварить, чтобы она не стала слишком мягкой. Разрезаем авокадо пополам, затем половинку очищаем от кожуры. Нарезаем на тонкие дольки. Далее приготовим яйцо пашот. Выкладываем на тарелку авокадо, отварную спаржу. Сверху выкладываем яйцо пашот. Добавляем любимые специи и соль. Вкусный и полезный завтрак готов. На обед можно запечь спаржу с ароматным чесночным маслом. Спаржу промываем, очищаем низ стебля от кожицы и складываем в форму для запекания. Теперь приготовим ароматное масло. В растительное масло выдавливаем зубчик свежего чеснока. Все хорошо перемешиваем. Поливаем спаржу маслом, перемешиваем и отправляем в духовку. Запекаем при температуре 180 градусов минут 15-20. Достаем спаржу из духовки, посыпаем солью, добавляем лимонный сок и пока она еще горячая, натираем сверху сыр. Приятного аппетита! Все мы рано или поздно, если посещаем какие-то кафе и рестораны, можем устать от привычных. И тут на помощь приходят какие-то необычные заведения. Бывал ли ты в каких-то необычных ресторанах? Слушай, ну так я уже не помню. Например, я был в одном ресторанчике, где когда-то довольно часто бывал Гёте. Очень интересное и очень своеобразное место, без подсветок, то есть только свечи. И, честно говоря, я бы устроил там генеральную уборку, откровенно говорю. Там было много пыли или слишком много каких-то вариаций? Очень много всего на полу и всем было абсолютно плевать на это. Второй момент. Я был в ресторане. Вот в некоторых странах люди очень сильно устали от пафоса. И они начинают обращать внимание именно на то, как готовится то или иное блюдо. И приходя, они не обращают внимания. То есть у тебя у входа может быть очень много дорогущих машин. И при этом в каком-то заведении готовят буррито. И при всем при этом у тебя там стоят, если помнишь, школьная скамья. Вот такие вот штуки, на которых ты сидишь и кушаешь, это буррито. И это тоже был случай, когда мне после посещения заведения хотелось помыть обувь. Понимаешь? Но при всем при этом там просто забито все. И очень сложно туда попасть. Вот такая вот история. Ну да, кстати, еще бывает так, что совершенно неприметное место становится какой-то достопримечательностью. Потому что все местные там обычно находятся, там обедают, завтракают, ужинают. И это вызывает у туристов желание тоже именно там попробовать какие-то определенные блюда. Необычными эти рестораны не назовешь на самом деле. Самые обычные как раз таки. Да, и вообще, если говорить про туристические рестораны, то не стоит есть там, где едят туристы. Лучше спросите, где питаются местные. Ну а прямо сейчас мы расскажем вам о том, какие необычные рестораны существуют. Вот этой информацией поделимся. Ужин проехал мимо мест нет, час пик. Судя по интернет-отзывам, трамвай-ресторан, курсирующий по Монреалю, одно из любимых мест туристов. Попасть туда не так-то просто. Хотя отдельным счастливчикам удается не только отведать изысканный трамвай на французской кухне, но и уговорить официанта спеть. Пусть даже и самым мелодичным пением, современную клиентуру удивить трудно. Танец уже лучше, особенно если не по сценарию, а по велению души. Судя по количеству лайкнувших этот ролик, у парнишки все шансы сделать свое кафе достопримечательностью. Жаль, автор не указал, в какой стране мира оно находится. Телефон в руках посетителя – шанс на бесплатную рекламу в соцсетях. И сделать так, чтобы клиент захотел запечатлеть свое посещение ресторана – важная задача владельца. В кафе не так давно заработавшем во вьетнамском хо-ши-мини в этом преуспели. Туристы и видеоблогеры в прямом смысле в него так и ныряют. Насчет загадывания желаний в меню ничего не сказано. А вот ронять еду и проливать напитки запрещено, иначе золотых рыбок ждет мгновенная экологическая катастрофа. Представьте, что вам на голову внезапно вылится кофе или суп приятного мало. В ресторанах, где заказанную еду приносят не официанты, а доставляют посетителям с помощью сеть дорожек из стали, напоминающих американские горки, кажется, катастрофа вот-вот произойдет. Но нет, герметично закрытые кастрюльки и бутылочки – залог того, что посетители сконцентрируются на главном – нетривиальной подаче. Тем, кто готов сам кататься на аттракционах даже во время еды и уже отпраздновал 18-летие, бывалые блогеры советуют обратить внимание на популярное развлечение – обед в небе. Как это выглядит глазами участников, можно понять из многочисленных видео, снятых отважными едоками, решившимися на перекус на высоте 50 метров от земли. Увы, картинка подрагивает. Если с высотой дружба не сложилась, а желание, чтобы вокруг была надежная субстанция непреодолима, стоит посмотреть вот это домашнее видео. В комментариях автор пишет, что снимал просто на память. На практике получилось заинтересовать зрителей из самых разных стран. Единственный в мире пещерный ресторан в Южной Италии может ожидать небывалого наплыва туристов. Чуть севернее в Финляндии, в самом маленьком, согласно книге рекордов Гиннеса, ресторане в мире, большое количество клиентов напротив – кошмар администрации. Ресторанчик рассчитан всего на одного посетителя. Как это выглядит на практике, остается только догадываться. Съемка внутри ресторана для мизантропов запрещена. В девятилетнем возрасте она впервые вышла на сцену в роли Маугли в школьной постановке «Книга джунглей». Когда ее родители развелись, она с матерью переехала в Лос-Анджелес. Они жили в трейлере до тех пор, пока не смогли снимать квартиру. В этот период, участвуя в различных телевизионных шоу, она и начала свою телевизионную карьеру. Хилари Энн Суэуонг – американская актриса и продюсер, двукратная обладательница премий «Оскар», «Золотой глобус», а также премии гильдии киноактеров США. Ее счастливый случай сегодня в нашем эфире. Хилари Суэуонг – для мира кино с его суровыми законами – скорее исключение, чем правило. В Голливуде такая, как она, просто не могла добиться успеха. Женщина с такой внешностью недостаточно красива, недостаточно обаятельна, недостаточно интересна. Три нет. Только у нее все равно сотни тысяч поклонников по всему миру и «Оскары». Как же она добилась успеха? Ответом мог бы стать отдельный фильм с ней в главной роли. Ведь Хилари выросла в беднейшей семье. И всеюность буквально сражалась за выживание, доказывая всему миру и в первую очередь себе – каждый человек на земле достоин счастливого случая. Она новенькая в обычной районной школе, где царят грубые нравы. Странная, замкнутая, да еще и с короткой стрижкой под мальчика. Ее дразнят, обижают, не принимают в компании. Чтобы отбиваться от нападок одноклассников, Хилари даже уговаривает маму записать ее на карате. Маме же там подбрасывают идею. Поместив фотографии дочери в базу данных актеров, а вось повезет. Она снимется в рекламе и неплохо заплатит. Теперь девочку иногда зовут сниматься в дешевых молодежных сериалах. Правда, обычно в роли некрасивой подруги и неудачницы. Что только усугубляет комплексы. Ранимая 15-летняя Хилари переживает из-за внешности. Тяжелый мужской подбородок, нос картошкой, спортивное тело, маленькая грудь и широкая кость. Как она вообще посмела задуматься о кино. Школу я бросила, и никто даже не заметил. Меня будто не видели вообще. Я даже актрисой решила стать только поэтому. Мне хотелось побыть другим человеком. Привет, дорогуша. Может, прогуляемся сегодня вечером? Ты и я? Ты шутишь? Я лучше прогуляюсь с динозавром. Очередной молодежный сериал «Беверли Хиллз 90-210». Хиллари с трудом получила роль матери-одиночки, но фортуна как будто отвернулась от нее. Персонажа в сериале попросту вырезают через несколько серий и говорят прямо в лицо – профнепригодна. А коллеги еще и передали комментарии режиссера – такую страшную даже снимать не хочется. Понимаете, этот сериал был совсем тупой. Его никто не смотрел вообще. Я подумала, если я не гожусь для этого, то я вообще ни для чего не гожусь. Это было дно. Но иногда судьба придумывает такие сюжеты, что лучшие сценаристы позавидовали бы. Через два месяца после этого провала режиссер Кимберли Пирс ищет актера для социальной драмы «Парни не плачут». Для роли девушки, которая выглядит и ведет себя как мужчина, ей нужен женственный парень. Или мужеподобная девушка. Она отсматривает материалы разных кастингов и видит ту самую неудачную роль Хиллари Слонг. Ее осеняет. Вот же наша мужественная героиня. И приезжает прямо к трейлеру Хиллари, так как дозвониться не удалось. Девушка, не веря в свой успех, просто бросала труп. И куда ты собираешься уехать отсюда? Я не знаю. Пока еще не определилась. Ничего страшного. Спасибо, что назвала полицейским свой адрес. Это пустяки. Эта роль стала попаданием точно в цель. Голливуд обожает актеров, которые перевоплощаются до неузнаваемости. А Хиллари натурально превратилась в парня. Похудела, накачала мышцы. У нее даже голос изменился. И это был рубеж. Дороги назад больше не было. Хиллари получила Оскар и золотой глобус. А фильм произвел эффект разорвавшейся бомбы. Я решила смотреть на это, как на счастливый случай. Смотрите, меня уволили. И я решила перестать сниматься. И реально, ровно через два месяца меня зовут фильм, который меняет в моей жизни все. Я вам не помешаю, если потренируюсь еще? Нет. Только потом закрой дверь за собой. Спасибо. И как по мановению волшебной палочки в Голливуде нашлась ниша для этой актрисы? Не такая, как все. Настоящая малышка на миллион. Именно так назывался следующий эскароносный фильм «Суок». Да, на то фортуна и дарит нам с вами счастливые случаи, чтобы перевернуть в жизни все. Ведь в каком-то смысле эта маленькая несчастная девочка из вагона прицепа и сама совершила головокружительный, невероятный полет через океан безвестности, бедности и непонимания к Голливудской аллее славы, где ей посвящена вечно сияющая именная звезда. Ну, на этом нам пришло время с вами попрощаться, пожелать вам прекрасного легкого понедельника. Но это не все. Вот сейчас на вас третий ушки. Да, мы хотим разыграть билеты в кино. Я знаю, что вы кино тоже любите. Поэтому, если хотите получить конкретно эти билеты, отправляйте смс с текстом «Хочу в кино» по номеру, который вы видите на экране прямо сейчас. Да, ну а среди первых мы, точнее, вычислим, кто первый и этим первым передадим билеты. Все. Вам прекрасного дня. Это утро понедельника. С вами начинали Стелла Аксенова. Дмитрий Спиваков. Увидимся завтра. Пока. Пока. Данный материал содержит элементы рекламы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова